Детская школа народных ремесел 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 Уместно, неуместно козыряем нашими сохранениями промыслов, северных ремесел. А много ли ребят на местах хотят участвовать этих мастеров? Ну, надо, вот когда... Здесь у вас... Тоже проблема. Некуда уже. Да, приезжаешь в район и говоришь, вот у вас... Ну, сейчас уже другая ситуация. Я опять говорю, вот там буквально... Как начинали. Десять назад, да, и вот 20 лет назад. Приезжаешь в район, значит, вот у вас ваши традиции. Ремесло бытовало у вас. Значит, вот и вам бы и надо это развивать. И дети есть, и желающие есть. Вот приходилось убеждать. Потому что я помню, когда у меня было 5 филиалов у меня, так назывались филиалами, и я до штор, занавесок, замки, я все должен был туда везти, в район там. Обустраивать это, да? Да, да, да. Вот это очень было, да, не очень удобно. И поэтому мы там решили, что нет, надо заинтересовывать и администрацию. И теперь вот администрация районов, теперь сегодня уже в 13 районах у нас такие мастерские творческие, и 23 мастерские по всем видам ремесел, которые бытовали вот в этих районах. Поэтому тут еще 450 детей, то есть у нас почти 500-465 детей. И в районах занимаются. Да, вот в Архангельске, ну как говорим, городские ребятки, и 450 в районах. Ну вот наше северное ремесло, вот турист смотрит на наше изделие, да, и так сквозь зубы цедит, мол, вот там китайцы, смотрит, допустим, там на нашу кость китайцы, это делают, там все ажурнее, все красивее. Я вот об этом, да и дешевле, кстати, да, я вот о том, что наши ремесленники, они проигрывают китайскому производителю. Те ведь делают массово, дешево, а у нас в общем продукция, это штучная. Да, штучная, и потом нет, сегодня народ и люди вообще понимают, что такое вот китайская продукция, и что наша местная, традиционная. Сегодня я убежден на 100%, что зайдите вы в квартиру, в дом любой, даже в области, в городе, у всех что-нибудь есть. У кого-то турист, у кого-то полотенце, у кого-то какое-то петеное изделие, и может быть даже больше, чем китайских. Нет, раньше было, да, то есть как бы все не наше, это лучше, это лучше, это вот. Но сегодня даже если оно и дороже, дороже, это я уже убеждаю, с мастерами я уже общаюсь, и дороже, но берутся в охотнее. Охотнее, потому что понимаю, что это все-таки. Владимир Николаевич, а есть утерянные промыслы? Есть, к сожалению, есть, есть. Когда я еще создавал школу, у меня была мысль, кузнечное дело, кузнечное, валеное дело. Значит, вот как валенки катать, там, и кто-то еще, вот, и продукт. Вот, бандарное дело. Вот эти, к сожалению, они у нас почти ушли. Ну, во-первых, по технической безопасности, по сложности, по емкости кузнечным детям, у нас школа 6-ти детей, это 18-ти. Как бы вот нельзя в школе, чтобы эти были направления кузнечное, бандарное, ну, там надо знать технология, нужно помещение, какие-то объемы, мастерские, это тоже мы не можем в городе делать. Ну, и валеное тоже, так скажем, тоже производство такое горячее. Валяют сейчас ведь вот это все, столько всяких мастер-классов, там, студий существует. Ну, это какие-то игрушечки, маленькие валеночки, это сувенирные валеночки, это вот и тоже производство, как бы, есть. Ну, я знаю, что в Вологде есть предприятие, которое вот оно занимается таким настоящим валенками, но это производство, это очень производство, такой, как бы, горячий цех, и связан, да, детей туда нельзя. Да, это вредно, производство, так скажу, сегодня. Ну, это ручной труд все-таки сейчас все равно меньше популярен в 21 веке, да? Вот детей-то вы как удерживаете? Ну, мы перед ребятами что ставим задачи? Мы ставим несколько задач. Во-первых, когда к нам ребенок пришел, мы им говорим, ты ведь к нам пришел не ради того, чтобы ты убийцем с кармой свободное время. И там что-то на улице меньше болтался, там гулял, а вот работал. Ой, ну, так много ведь, наверное, родители приводят именно с такой целью. Да, да, да. Занять бы, да? Это, значит, нет, мы говорим, нет. И детям, и родителям наша задача продолжить жизнь в нашем ремесле. Вот это основная задача, значит, мы должны, как мы всегда говорим, вот у нас есть калаш в школе, там почти 50 мастеров, больше 50, у которых мы перенимали. Мастерство, ревесло, секреты мастерства, секреты материала, технологии изготовления. И сегодня их ведь никого нет. Вот только один, у себя мастер, это Шевелев, значит, Валентин Дмитриевич, когда я в Каргополе. Вот единственный, остался такой вот, ну, настоящий мастер потом. Все, ушли. И тебе мы говорим ребятам, ребятки, вы вот сейчас, вы уже к нам в школу пришли, все, вы ответственны конкретно, там, ты, Ваня, или ты там... Понимают? Да. Это очень, как бы, это чувство ответственности их. И потом педагог, конечно, приходится заинтересовать и увлечься, то есть привить отношение такое доброе к примыслам. И еще требуется очень трудолюбие. Конечно, не все дети выдерживают. Потому что это, прежде всего, труд. Это труд, пусть он творческий, но все равно он труд. И дети приходят так быстро, чтобы быстрее сделать и с готовым изделием убежать. Нет, тут же не получится. Я всегда говорю, когда сделал туэс, вот о чем там, Ваня, там. И, а туэс для чего нужно? Это же посуда, это же для молока, для меда, для ября, для грибов, все это. Значит, если ты наливаешь вот эту воду, а мы проверяем, кстати говоря, налили воду, а вода течет, донышко плохое, или там, где берестеды. Я говорю, все, для чего сделаю, значит, для мамин и бегудей. На полку поставить, да. Да, да, вот для чего ты сделал, то есть, ты, во-первых, испортил материал. А он очень трудно за это время заготовки. Своё время затратил, педагога затратил время. И ради чего? Видишь, ты никуда, она... Да, вот, кстати, о практическом значении. Они, ведь, ребята приходят, им нужно понимать, для чего это они делают, да? Вы как-то вот с современными требованиями как-то модернизируете программы, да? Обязательно, потому что всё равно, если ремесло, если изделия вот эти, значит, они не востребованы в быту, то они быстро уйдут из жизни, как раньше уходили, потому что они не были востребованы. Конечно, лапти, лапти, мы не будем ходить, да, в лаптях сегодня, естественно, на процессах. То есть, первая стадия обучения, это повтор, это традиции, знать, как плелись лапти, для чего они плелись, для чего они были нужны. А потом уже, вот если у нас на подмастерии, и на мастеровое ребёнок, когда защищается, он, нам важно, чтобы он знал традиции, был повтор у него, то есть, именно подлинник, что он повторил. А вот звание мастер, он должен уместиться уже своё, уже с учётом требований сегодняшнего дня. Естественно, там, модули, там, ткачат, значит, какие-то красивые там, ну, половички там эти, полотенца, они сегодня тоже востребованы. То есть, обязательно вещи должны быть востребованы. И дети это понимают, что если он сделал, то есть, он может подарить уже смело, подарить, там, маме, там, папе, там, кому-то, подарить однокласснику, не покупая, и продать. Да, вот продаёте, кстати. Это, как мы говорим, вот давая ремесло в руки, мы социально защищаем ребёнка. Он не будет там народным мастером, там, не будет он там каким-то специалистом, хотя мы некоторых ребят именно туда, так сказать, нацениваем, чтобы он был у нас специалистом. Вот, и при любой ситуации, кем вы не были, какую профессию вы не прибыли, врачи, учителя, то есть, разно профессии, это пригодится. Все будете мамами, папами, бабушками, дедушками, это у вас там пригодится. И потом, ещё самое главное, что, ну, жизни, ситуации, они могут быть разные. У всех они могут быть такие проблемы, как они, но ты всё равно выживешь. Если ремесло в руках есть, при любой ситуации, ты выживешь, и на, так как мы говорим, на кусок хлеба с маслом, ты это доработаешь. Да и от хандры, наверное, тоже, да? Да, да. Хорошие лекарства. Почему раньше мастера были такие в севере, достаточно гордые, они были уверены, что они всегда выживут, и они жить будто не плохо. А, кстати, для взрослых курсы вы делаете? Предлагаете? Вот что, у нас в этом сложность, потому что мы по уставу, мы не имеем права, но мастер-классы, или желающие, конечно, мы проводим. У нас очень много интереса, не только для наших, так сказать, вот, кто живёт у нас в Архангельской области. Мы проводим мастер-классы, педагогов, значит, дополнительное образование для училий технологий в школах общерозавательных, проводим в году несколько раз. И очень приятно, что у нас много интересов с Россией, даже из-за рубежа, очень много. И вот в прошлом году мы уже и до этого проводили российский мастер-класс, то есть уже обучали. Вы такой уже эталон из комнаты примёте. Ну вот, и сейчас ещё мы дистанционное обучение, так скажем, у нас есть, мы обучаем, хотя я убеждён, до сегодня сто процентов, что передача именно вот мастерства из рук в руки, это самое эффективное, да-да-да, это сто процентов удачи. Если помните, я два года вёл, вы, наверное, помните, это были годы 80-е, 86-й, 87-й я вёл передачи по нашему поморью, так назывались, обучился в гостях передачи, телеуроки, значит, два урока в месяц и с повтором. Но столько писем прошло, не успела, не поделала, вот эти мешки писем, я понял, что нет, это уже не то. Поэтому всё-таки яссон обучение хорошо, но вот из рук в руки, как вы сказали, глаза в глаза, вот это так. В 2011 году, когда вот вы говорили, что у вас есть мечта создания учебно-методического регионального центра традиционных ремёсел Европейского Севера, при тогда ещё педагогическом институте, вот что стало с этой мечтой? Да, тогда мы, был такой, значит, у нас в тип такой факультет, значит, и Васькин был деканом, руководил, им была с ним такая идея, он был очень заинтересован такой создать, потому что там требовались с высшим образованием специалисты, то есть педагоги там, значит, вот, а массового в школе не было. И мы усилили такие совместные... Да, 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 то есть там вот опять разработка новых программ, так, опробирование, может, и на студентах, и в школах представителях, вот. И мы выходили на учёный совет, это, по-моему, Голдин возглавлял, и, по-моему, первое заседание было 50% на 50, значит, за... За против, да. И тут Васькин, значит, Михаил Васильевич выезжает в Питер, и всё, приходит новый декан, и потом опять соединение, значит, вот ПГУ с АГТУ, нашего уважаемого Сафу, то есть вся эта идея у нас как бы... Не будете возвращаться? Пока, я знаю, пока, но нет, у нас сейчас с Сафу заключён договор, да, значит, мы студентов, значит, обучаем, у нас сражаются студенты, то есть у нас и, да, и с художественной обработки материалов у нас приходят, и с дизайна, и, то есть у нас студенты проходят практику и обучаются, то есть у нас такой договор с Сафу заключён. Десять лет назад вы выпустили книгу «Ремесло за плечами не выяснили». Уже десять. Да. Есть ещё желание написать, поделиться мыслями, опытом? Да. Ну, тут, может быть, было о школе, и так скажем, были, так сказать, автобиографичные, там были такие, то есть как бы о себе любимом, там, и о каких-то проблемах, и вообще, как бы школа создавалась была. Вот сейчас у меня идея и большая, я уже рассчитываю на кого-то, кто мне поможет, то есть о мастерах особый сказ. Я хочу раскрыть конкретно через мастера ремесло наше. Не просто абстрактное, вот ремесло, как пристила, это у меня уже есть, у меня вышли две книги там по керамике, как латку сделать, как горшок, или там вот 25 уроков у меня по бересте. А вот через мастера конкретно, конечно, сегодня мало мастеров, мало вот таких, стоящих вот таких, которые донесли до нас вот этой традиции. Поэтому вот такую книгу, он будет как, наверное, учебником будет он для кого? Для педагогов, для, может быть, для просто желающих заняться, перенять. Вот такую, так скажем, книгу у меня есть, о мастерах особый сказ. Да, спасибо, Владимир Николаевич. У меня еще несколько вопросов, такого блица небольшого. Вы сейчас из бересты плетете, вы же мастер по бересте? Нет, сейчас уже не плету. Вы свой дом сами построили? Нет, нет. У меня именно такой старинный дом, он постройки 1896 года. Вы его сохраняете? Да, поддерживать надо обязательно, но уже я все дружу, я не квартиросъемщик, а домовладелец. Я не знаю, в курсе ли вы, но вот у вашей школы есть группа ВКонтакте, и там бывшие ученики отвечают на такой вопрос. Какую роль в вашей жизни сыграла школа народных ремесел? Вы почитаете очень интересные ответы, а у меня для вас вопрос. Какую роль в вашей жизни сыграла школа вот эти 25 лет? Как-то они вас поменяли? Ну, я не знаю, поменяли, но, может быть, и громко сказано, но это вообще, наверное, как-то выросло вообще в смысл моей жизни. Вот я просто не представляю, хотя надо уже, так сказать, молодым уже все уже, я уже готов передать сегодня все уже, и уже, так скажем, отойти от деятельности школы. Вот, но в смысл жизни, вот я в этой проблеме, я все, ну, у меня жена дома смеется, все, я приезжаю домой, вечером говорю, все, все, ухожу, ухожу на пенсию. Вот, а утром опять сын встал, пошел опять, забыл, что я вчера не говорил, что я ухожу. Забыл, что на пенсию собрались. Да. И вот так очень часто. А вы ни о чем не жалеете? Нет. Что вы сейчас бы исправили? Нет, 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 просто не о чем. Сейчас такая армия, ненамышленников, я имею в виду и педагогов, и взрослых, и по области, и детей, и родителей, просто совершенно не о чем жалеть. Счастливый человек. Я счастливый человек. Спасибо, Владимир Николаевич, здоровья вам, и единомышленников команды такой хорошей, крепкой. Спасибо. В студии был Владимир Бурчевский, директор детской школы народных ремесел, народный мастер Российской Федерации, заслуженный работник культуры. 25 лет назад он рискнул создать первую в России детскую школу народных ремесел, и сейчас это дело уже живет своей жизнью. Можно сказать, повезло, можно сказать, судьба, а все вместе верность своему призванию. А ведь призвание это то, ради чего человека призвали на землю. Вот такие дела. До встречи.